хочет такой греш это 82-миллиметровые лиги это мина пожалуйста всем привет вам на канале мир просили у нас обзор на 82 миллиметровую миномет до миномет я шучу здравствуйте вы на канале мир просто мест алексей борода с нами всем григорий приветствуем мы на ранчо ссылочки все в описании на григория и на раньше григорий расскажет что у нас сегодня будет за обзор у нас сегодня в чудо кейсе будет винтовка двл 10 2 м лабаева лабаевка называется урбанов калибра на 308 308 вин вот и сегодня мы покажем что это за чудо русского оружия пожалуйста открываем кейс здесь все необходимые для этой винтовки полный комплект мы с вами здесь видим метеостанцию дольный тормоз компенсатор еще один магазины оптический прицел дневной vortex разор мы используем налобный фонарь нож это все что мне нужно на охоте вот и саму охотничью винтушку вот так вот складывается не прицел отводится сразу затвор назад потому что мы все-таки за безопасное обращение с оружием на данный момент на нее установлен цикловизионный прицел компании протек он бывалый значит мы накручиваем баночку потому что мы не хотим сегодня никого пугать своим шумом да и смотря на то что у нас есть наушники до 308 лупит кэш айда ушел да поэтому мы не хотим этого 308 мы кстати напомним это у нас 762 на 51 7 все на 51 до метрической системе мы ставим на него сошки но пока такие вот и в целом вот наш комплекс готов значит дальше у нас есть магазин ага на 8 и на 12 патронов это у нас мы убираем винтовку ставим на стол ага все и я тебя давай сейчас по вопросам погоняю давай так григорь расскажи пожалуйста какому классу вообще это оружие относится что это такое значит смотри это винтовка винтовка тестирована она как охотничий карабин охотничья винтовка с тяжелым контуром ствола в калибре 308 значит здесь очень очень мягкий спуск который регулируется от килограмма 200 грамм до 250 грамм не части это то что сегодня заставит себя сделать непреднамеренный выстрел поэтому сначала мы сделаем обработку спускового крючка в холостую значит систем что наши с тобой правило есть мы разрушаем мифы значит никогда не бойтесь щелкать спусковым крючком в холостую это можно на любом оружии делать более ста тысяч раз проверено на собственном изделии который называется вепр 136 я у меня сейчас на нем настрою на стрел 40 тысяч выстрелов и примерно каждый там 10 выстрелов я разряжаю карабин делал спусковой крючок сделать пускового крючка так называемый контрольный выстрел более того я очень много холостил и при этом ударный механизм у нас работает исправно да я с ружьем тоже много холощусь со своим да ничего осечек еще не было тоже отлично 30 на нем настрелял уже анонизм путь к совершенству и самопознание так точно так разобрались с этим значит за сколько ты его покупал значит рыночная стоимость этого карабина 498 тысяч рублей хорошо так но следующие 7000 выстрелов мне не нужно беспокоиться что меня оружие подведет так это надежная болтовая винтовка это винтовка болт к конструкции лабаева вот влад лабаев все и конструктор конструкторское бюро его изготавливает очень точное оружие но как бы из коробки уже начинает стрелять без напильника лишь вопрос слышал я у него бывает сменный дуло стволы как там правильно говорить это стволы до этого винтовка модульная а то есть значит да сейчас здесь установлен ствол 660 миллиметров длина а вот тяжелый я повторюсь контур то есть очень очень толстый стенки ствола что позволяет нам стрелять пулей практически любой дамы же не будет 400 метров мы стреляем 308 калибром задача вот почему я купил сейчас эту винтовку посредством этой винтовки я хочу попасть на одну милю калибре 308 отлично вот но как-то все не с руки я думаю что мы к этому вопросу приду здесь можно поменять ствол 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 здесь значит еще раз это модульная винтовка она исполнит делается в калибре 308 а 6 по и на 47 а и 338 наверняка вы калибре не знали на но 338 federal есть такой калибр называется 338 federal хорошо это когда это когда гильзу 308 калибра переобжимают по плечам на пулю 338 калибра которая имеет на один миллиметр больше диаметра и за счет массы ствола и и установки сюда интегрированного глушителя в длину всего ствола вот здесь специальная гайка есть для этого то есть мы ставим интегрированный глушитель карбоновый также компания лобай фармс и получаем сверх тихую и сверх точную винтовку которая может до 600 метров уверенно поражать кино минутной гонки ну да и кита по сути кита носорога слонов ну кто у нас постоянно водится в принципе наши в наших редкость парень да мне я говорю недавно за кадр рассказал встретился ягод зайца 308 буду стрелять мы так проугарались конечно но он забывает на планку пикатине здесь устанавливается любой прицел на данный момент установлен тепловизионный прицел с линзой 100 миллиметров от компании инфратекс вот установлен здесь дтк закрытого типа компании босс вот сошки мы здесь поставим чуть попозже от компании рост они к нам наконец-то придут вот кронштейны и моноблоки мы используем компании рост это очень хорошая компания вот здесь установлены все необходимые для предубъективных всяких настроек даже можно ставить и сошки от компании рост который становится и сверху и снизу шикарно да кстати обзор на них мы снимем с вами на следующей неделе почему они в неделю приходят наконец ну может и не через то короче когда-то снимем там посмотрите на когда-нибудь да а гриш у меня вопрос сколько удара штук что прицел за миллион триста миллион триста здесь да здесь вы должны понимать что это не просто тепловизионный прицел этот визионный прицел с линзой диаметром 100 миллиметров здесь используется вот резиночка кошачий глаз то есть вы просто не можете ничего посмотрите когда нажмете картинка откроется вот здесь есть несколько сеток уже предустановленных с шагом со всеми делами вот и вы сейчас посмотрите в этот прицел и поймете что для пристрелки то мы зрители не посмотри я посмотрю мы с тобой сейчас посмотрим не одновременно не одновременно желательно да мы посмотрим с тобой в этот прицел и ты поймешь что для приведения этого прицела к нормальному бою вместе с оружием нам не нужно ставить там никаких тепловизионных подушечек . эту кошельку видите по сути как в тепловизионный прицел но только при этом здесь будет инфракрасного гриша вот там у тебя прицел лежит тоже большой сколько стоит этот прицел стоит 240 а вот еще но это же так это снимать этим но вы должны понимать ребят правило никто не отменял значит стекло должно стоить половину цены винтовки минимум а значит и когда мы с вами давайте раз уж мы об этом заговорили мы об этом должны сказать очень очень правильно и в правильном месте когда вы покупаете оптический прицел для высокоточных комплексов для вы сказать а перед нами высокоточный комплекс то мы с вами покупаем не стекла не просветление никакие мы с вами покупаем барабашки вот эти вот механизм водопоправок потому что именно он отвечает за высокоточность вот этого комплекса до высокоточка это все параметры должны быть высокоточным кронштейн барашки стекла сетка исполнения их винтовка и и и и так далее так далее то есть высокоточный комплекс он высокоточен по самому слабому своему звену да да как правило это стрелок ну да ну да потому что стрелки-то на знатный с кем не разгаришься какой на стрел 100 выстрелов и тысяч знаете некоторые стрелки рассуждают категориями такими а мы попадаем на тысячу метров пивную банку с свд на спор вот если мы на спор не попали вот на спор попадем ну как бы на спор это оказывается физическая величина до систем чтобы ска . это в первую очередь математика мы должны понимать что это а математика это мать наука на очень точная наука там не бывает знаете с точностью до одной трамвайной остановки определились мы что это ну скажем так до высокоточный комплекс это не дешево недорого это опять все в жизни относительно да для кого-то это дорого кто скажет сколько чё там копейки евро 3 миллиона 3 да поэтому ну цена это очень условная вещь вот кому мы можем порекомендовать это оружие пожалуйста это оружие можем порекомендовать первое охотникам потому что это в арминт охота на кого конечно кого это от сурка до лося это все стреляет 308 калибру сурок общем нет если в голову то не в том что сурок это очень крепкий на рану зверь а вон чего и вы должны причинить ему достаточно серьезное повреждение того чтобы он не доползли сурчин ну да туда потом как-то выковыришь никак сурок да сурок является вредителем сельховестным поэтому он является объектом охотничьего мира вот ребятам которые говорят что охота это плохо ребят как бы охотники спонсируют дикую природу своими своими действиями своими своими деньгами и они как как бы это в ваших головах не диссонировало они являются созидательными охотничьего мира потому что ну ответьте пожалуйста сами себе там в голове на вопрос какое охотничье хозяйство хорошее так где много зверя конечно значит так что охота это все-таки убийство или все-таки это созидание да да серьезный вопрос это серьезный вопрос поэтому а все те кто защитники в комментариях пишут а вы убийца никогда никогда и ничем не помогали диким животным тогда как охотничьи хозяйства ежедневном режиме охраняют зверя кормят его и всячески прививают значит знаешь существует мы же зарушаем с тобой мифы что среднестатистический горожанин остаться первого порядка когда он слышит на леса бешеная тогда как из 100 случаев выявления бешенства 70 случаев от собаки а три процента леса я вообще не знал так кто бешеный да я кстати знаете почему лица не бывает бешеного но бывают но очень редко почему потому что государство вменила охотничьим хозяйством заниматься биотехническими мероприятиями и наше охотничьи хозяйство как в рамках исполнения биотехнических мероприятий при его занимается оральной прививкой плотоядных то есть мы получаем бесплатную вакцину в медучреждениях ветеринарных государственных у нас значит развозим их по мы определенному маршруту наших охотничьих угодит разбрасываем их значит это представляет себя вот такую подушечку съедобную вкусно пахнущую лиса находят ее съедает и тем самым получает прививку от бешенства шикарно вот кто не знал получите пожалуйста вот такой хук слева слушай класс так решили значит подходит охотникам еще кому охотникам спортсменам значит эту винтовку будет участвовать на ранчо в соревнованиях по высокоточной стрельбе во всех классах это и f-класс в классе f-traditional потому что 308 калибр да значит для этого нужно просто будет открутить отсюда дульный тормоз и мы можем предпринимать участие в этой с этой винтовкой дальше снайпинг потому что это достаточно точная винтовка значит мы можем применять в легендарных винтовках классе open до открытого это охотничек карабин но нас точно далее стрелкам подходит спортсмена подходит далее высокоточный комплекс ее можно стрелять и в том числе бенчерейство герок но по голове постучи себе все доступные виды высокоточной стрельбы этот это прекрасная винтовка работает да я все это же естественно куплю но мы потом с тобой там поговорим эту или какую-то другую греш у меня вопрос сразу от меня вот мы знаем что я люблю оружие в дереве старое красиво древние вот это все бывает красивого вида или ты всегда современная дело в том что это токсическое исполнение есть еще раз есть исполнение это винтовки с коротким сковором называется волкодав а может кстати мы с него стреляли у сашки да 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 есть исполнение в калибре 338 федерал там где вот такого диаметра вот если я еще не видела интегрированный прибор бесшумной пламенной стрельбы вот и но в дереве как ремингтон там какой-нибудь такого это это другой другой типа я понял понял ну я себе все равно куплю решим потом какое так понятно ну с тюнингом опять вот у меня такой постоянный вопрос рубрики про тюнинг ну уже понятно в принципе мы все это проговорили до того что тюнинг оружие здесь заключается вот в чем ну в лучшем случае дело то что не нужно сбросаться не нужно бросаться тюнинговать оружие сразу дело в том что как я уже отмечал когда вы покупаете вот такую винтовку то самое слабое звено это лично вы это ваш скилл ваше умение до 100 процентов растите сначала до уровня своей винтовки своим умением и своими знаниями познайте ее а только потом нужно будет что-то менять и возможно вы поймете что нужно менять там допустим ну здесь здесь и вот в данном в данной комплектации в топ-ток сошки поменял и у меня здесь все вполне устраивает так еще вопрос она разбирается как обычно вынимается у нас вот этот задор за и соответственно с казенной части здесь есть специальная педаль вот она исполнена мы ее нажимаем и затвор выходит соответственно из казенной части а мы чистим ствол когда мы с вами складываем прицеп прицел вот такие приклады таким образом очень легко да удобно только стоит на сошках винтовка стоит на рукоятке а вот здесь все очень точно подогнано таким образом она и хранится у меня к тебе еще вопрос дтк надо снимать когда чистим или не надо да нужно чистить обязательно снимать почему потому что когда вы прогоняете шомполом патч то длинный не хватит просто поймите что хватит длинный шомпол для того чтобы прогнать и возможно патч может в ребрах ну вот ребятам до сказали чтоб не забывали снимать обязательно это я его не можно его и недолго не перевожу его прикручен дк совершенно нет никакой идеи ага ну чё тогда предлагаю пострелять посмотрим давайте бахнем одна из немаловажных особенностей этой винтовки заключается в том что это на данный момент в россии из высокоточных единственная винтовка которая делается полностью из отечественных комплектующих магазины приклады стволы все делается в россии из и из российских комплектующих из металлов и так далее значит сегодня у нас с вами конечно же погодка дрянь но мы можем сделать вот так не напрягаясь промазал что ли такого не может быть такого не может быть а я не в том мишень спрятал мишень сломал так судя по звуку значит простым движением есть несколько приемов обработки давайте я вам покажу значит мы устанавливаем витовку на стол там дальше у нас должны быть конечно же коврики и так далее мы большим пальчиком толкаем затвор вперед он досылает патрон патронник потом мы закрываем затвор вкладываемся левая рука удерживает здесь специальные есть вырезы для этого левая рука удерживает приклад вторая рука видите мы чтобы хватательный рефлекс компенсировать мы берем винтовку таким образом прицеливаемся и осуществляем прицеливание и кладем палец серединку фаланги пальца на спусковой крючок аккуратненько в связи с тем что мы помним что здесь 250 грамм на прицел усилия и нажимаем на спуск попадание вот далее мы открываем затвор легким движением переносим руку вот сюда вот очень интересно я тебе попробую фокус фокус такой лишь трам-там-тарадам там-тарадам 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 там вот здесь в этой винтовке такое что ты этот палец оставляешь с этой стороны и таким образом ты убираешь эту фалангу от винтовки и когда кладешь палец крючок а вот я попрошу тебя без винтовки без без патрона это сделать потому что сейчас попробуйте положить палец крючок и обработать а тут нет патрона больше патрона нет ой ой это непреднамеренный выстрел вот для того чтобы инструктор здесь и нужен для того чтобы предотвратить твой непреднамеренный выставки не знаешь глубину спуска не знаешь его усилия и ты нажимаешь тогда когда ты не направлен не безопасно для того чтобы взвести винтовку достаточно поднять задвор и внестись его все винтовка взвезено или нет еще раз палец пальчик здесь смотри еще раз когда мы вот так видишь и и теперь вот вот так как мы делал видишь все пальцы двигаются вот сейчас видишь это хватательный рефлекса никуда ты его я тебя не денешь и чтобы компенсировать мы винтовку убираем теперь кладешь палец середине фаланги и на себя тянешь на себя все уверенным движением теперь мы вкладываем тебе патрон патронник теперь хорошо вкладываемся в винтовку да ко мне вот как мне это далековато но это ладно ничего страшного хорошенечко чтобы ты видел весь экран да все я живу мишень а вижу воськороугольный октагон а нажимаем на спуск попадали да теперь мы открываем затвор до открывать так как ты сделал а нужно за почти ага и ловишь да очень удобно предлагаю завершаться здесь нажимаем мы на на кнопочку ага значит смотри как это работает мы берем закрываем открываем вот эту историю то есть закрываем затвор и на специальную задержку его с шикарно шикарно дальше мы укладываем винтовку на на ее место укладываем сюда прицел все необходимое как правило я с собой вожу таким образом шикарно закрывая есть и отправляюсь на охоту шикарно и так у нас винтовка приведена к нормальному бою мы готовы сейчас выдвинуться с алексеем на охоту охотниче хозяйство поймена и возможно алексей добудет своего первого зверя да когда-нибудь а все вы на канале мир это просто алексей борода меня зовут григорий все за ручки все в описании пока пока